Добрый день! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поговорить о том, что сейчас самое важное для России, для человеческой цивилизации В России, как мы только что с вами определились, достаточно смутное время И мы все на перепуте И, к сожалению, сейчас ситуация примерно такая же, как времена Ивана Васильевича Грозного Точнее, после его входа, был времен нашел уже Дмитрий Очередное смутное время? Время, когда власть материна, погибли в Кремле, находят упадки И неизвестно, что дальше будет и как жить дальше Вот примерно мы сейчас в этой ситуации находимся, но не в России Мы сейчас практически это ощущаем по всему миру И это очень важный сигнал от Бога Что мы находимся с вами в эпоху перемен И сегодня мне бы хотелось с вами, Игорь Николаевич, с вами И, Александр Васильевич, с вами Проговорить то, что беспокоило всех нас ранее Вот Игорь Николаевич в 2002 году написал изумительную книгу Введение философии ненасильственного развития Да, введение философии ненасильственного развития Когда я с ней ознакомился, вот сразу после окончания нашего заседания Экспертного советского высокого уровня в апреле этого года Я понял, что вы высказали мне то, что должен был сказать настоящий ученый Настоящий ученый, который понимает мироустройство А настоящий ученый должен это понимать, на мой взгляд И вы, даже будучи еще, может быть, неосознанным окончательно С точки зрения своего духовного развития Вы выступили и высказались в этой книге очень честно С точки зрения позиции гражданской, с точки зрения позиции ученых И мне очень понравилось высказывание в вашей книге Где вы прямо сказали, что философы забрели не туда А наука абсолютно привела на человеческое сообщество не туда В итоге мы все погрязли в войнах И добились только того, что человечество обладает супер-высокоточным И чрезвычайно опасным оружием И что необходимо кардинальное изменение И философского миром от зрения В этом плане ваша позиция И насколько я проинформирован Что эта книга была рассмотрена в Академии наук И Академия наук одобрила эту книгу И в итоге даже эта книга четыре раза выдвигалась На присуждение Нобелевской премии Точно такая же позиция Александра Васильевича Когда я, Александр Васильевич, ознакомился С вашей книгой «Утраченная христианство» Да, это одна, но она очень емкая Огромная, точная книга Которая раскрывает суть мироздания И самое главное, она раскрывает ответственность человека За то, что происходит у каждого конкретного человека В этом плане моя позиция Она, может быть, несколько отличается От позиции Игоря Николаевича и Александра Васильевича Мне бы сегодня хотелось прежде всего ознакомить вас с моей позицией Я вот сегодня здесь поставил стенд В котором есть мои схемы И я бы хотел показать вам свою позицию Чтобы вы ее сравнили своей И потом каждый из вас уже выскажется В том аспекте Что нам сейчас стоит предложить миру, человечеству, правительству России, общественности С точки зрения того, что надо и необходимо делать в это сложнейшее время перед Вот экспертный совет высокого уровня Это тоже промысел божий, на мой взгляд И не случайно мы здесь собрались 23 апреля Собрались специалисты высочайшего уровня И самое главное, с огромным жизненным опытом Мы собрались для того, чтобы объединить усилия и найти те решения, от которых сегодня ждет мир А мир на самом деле ждет этих решений из России Потому что нет другой страны, к сожалению, в мире, которая могла сформулировать К счастью, наверное Может быть и к счастью, да Ну, я за то, чтобы эти мысли шли и от других народов Из Индии, из Китая, из Бразилии, из ЮАР, из Европы, из Америки Я не возражаю Просто Бог дал нам такие гены Он нам дал такую природу Он нам дал такой генофон Который вот на протяжении всей истории человечества Нес гармонию, созидание, взаимодействие, сотрудничество Принятие, прощение И, можно прямо сказать, любовь То есть мы хотели сами развиваться И мы хотели всем помогать У нас, у русских, мировоззрение было Не пробощение, не превращение в рабство Не понуждение А принятие, сотворчество, обучение Распространение вот этих знаний И мы же таким образом прошли почти от западных границ До Белинского пролива И, как известно, наши добрые молодцы добрались до Аляски, да Вот наше мировоззрение сегодня крайне востребовано миром И я вам попробую показать сейчас свое мировоззрение Чтобы вы лучше меня понимали Чем я руководствуюсь в своих мыслях, в своих действиях И в чем основа моего мировоззрения На что я опираюсь, значит, в своей жизни Михаил Георгий, здесь отражено ваше нормальное В какой-то степени В какой-то степени, да Вот, Александр Васильевич, если вы немножко развернетесь Здесь вот, кстати, Ницце в свое время Он сказал про человека или человек Значит, это канат над пропастью Натянутый между животным и сверхчеловеком Важно помнить, что человек здесь не цель, а мост Я вот с этой позиции Может, человек канат всего лишь А не какая-то суперпереводная существо Да Вот я сейчас подойду постепенно к своей главной табличке Ну, прежде всего Мое мировоззрение заключается в том, что человек И Вселенная Она постоянно взаимодействует с каждым человеком И самое главное, что мы должны понимать Что мы живем в мире, в котором действуют законы творца этого мира Законы мироздания Законы, по которым, собственно, есть создан весь этот мир И человек, как часть этого мира Ну, и, естественно, законы мироздания О ней, в общем-то, я сейчас не буду Потому что у меня есть Вот здесь, на этой картине Я, значит, на этой схеме Я показываю, что вот человек Естественно, душа человека Когда она рождается, значит, в процессе своего становления Она вырабатывает в себе огромное количество иллюзий Которые окутывают душу И с божественным внешним миром Создается непреодоравливаемое Иллюзивное восприятие мира Да, иллюзивное восприятие мира И пока человек не устранит свои иллюзии Он не может соединиться с творцом И вот пока у меня отъедет на вопросы Кто я, где я и зачем я здесь К сожалению, он будет находиться в иллюзии И будет страдать Вот в этом плане, значит, я показываю Вот на этой схеме Как движется душа по мере своего развития Вот она в течение девяти месяцев Она получает первые кармические свои задачи То есть где ей родиться, в какой семье Какое питание она получит Какая окружающая среда И здесь на эту душу в течение девяти месяцев То есть это утромный период Воздействуют и родители, и территории, и место, и время, и условия И, естественно, это первоначальные заданные кармические задачи Вот душа начинает развиваться Она входит до трех лет, она открытая Ну, если исключить только те кармические задачи Которые изначально в душе формируются Она может родиться и с травмами, и с особенностями, и с болезнями Это первоначальный карм Но дальше на человека воздействует внешний мир Детский сад, дети, дяди, телевидение, интернет, образование Естественно, родственники, родители, семья, бабушки, дедушки И таким образом у человека формируется ложное мировоззрение И уже к становлению в взрослом состоянии На него воздействует весь внешний мир И человек окружается иллюзиями этого мира И он начинает жить практически в иллюзии Здесь вот я написал таблицы, я списывал их с себя Чтобы понять, где кто находится с точки зрения своего мироощущения Если человек испытывает зависть, стыд, страх, гнев, обиду и так далее И особенно вот есть еще такой пункт 22 Перевоспитание других Стремление к перевоспитанию Это есть низкие вибрации, это есть... Стой, по сути, там, извините Вы, по сути, эти самые эгоистические качества Да, я перечислил Да, это все низкие вибрации Если человек чувствует в себе вот это вот Это говорит о том, что у человека низкие вибрации И если человек, например, желает дарить внимание, прощать Принимать всех такими, какие они есть Сохранять спокойствие в любой ситуации Радоваться успеху другого Взаимодействовать со всеми Значит, творить, быть смиренным, гармоничным и так далее То есть дарить полную свободу близким То есть это вот положительные эмоции И это говорит о том, где человек находится Конечно, уже в момент написания книги Я писал откровенно о том, что частота Земли, резонанс Шуманова Возрастает неимоверно На сегодняшний день это уже порядка 60 Гц И многие люди не выдерживают этих вибраций И вот здесь вот Я перехожу к самой главной, значит, в своей картине Жизнь, игра и взаимодействие И вот она, начальная, старт души И вот она испытывает, значит, стыд, страх, власть, силу Естественно, обиды, ревность, значит, неприятие, агрессию И вот это все ложное мировоззрение, оно, значит, создает иллюзию жизни этой души Вот она двигается И вот весь мир, весь мир, это и, значит, материальный мир И воздушный, и животный Власть, общество, государство, политика, время, значит, информация Вот все, 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 все Все это и есть мир Божий, который постоянно, каждое мгновение, значит, общается с конкретной душой И Бог создает иллюзии взаимоотношения именно каждому человеку персонально И вот есть непреложная истина, каждый человек на твоем пути учитель Но главный учитель, безусловно, это ты сам И вот если человек находит в себе силы и начинает осознавать самого себя У него появляется любознательность, значит, искреннее желание искать истину Он, значит, отрабатывает свое ложное мировоззрение Он выходит от иллюзий И таким образом он пробуждается И у него появляется желание служения, сочувствия, смирения И, естественно, все вместе со свободой, это и есть любовь И человек таким образом приходит к самосознанию Вот в этом плане я хотел бы сказать, что на сегодняшний день Вот то, что я прошел и прочувствовал сам На мой взгляд, Александр Васильевич абсолютно Я это самое чувствую, что прошел своим путем Просто я могу сказать, что все это можно обобщить и гораздо проще для восприятия генералами Да, безусловно, генералам все равно будет тяжело воспринять, если они не захотят это делать Это понятно, но все равно тексты должны быть особо говоримы для жизни Да, конечно, очень классно Любые, значит, вот если говорить об иллюзиях в жизни Ну иллюзия, на самом деле, что такое иллюзия? Иллюзия – это все то, с чем вы не соглашаетесь в этой жизни Вот всем, что... Вот Игорь Николаевич написал книгу Там он, конечно, поругал многих, значит, и ученых, и... А то время это было правильно Абсолютно Оно и всегда правильно Но это надо делать так, чтобы у тебя не было искренней обиды Не было искреннего переживания Чтобы ты понимал, что... Без эмоций Без эмоций Ты принимаешь любого человека, в том числе даже убийцу, насильника Значит, не как злодея, а как жертву, жертву, которая в этой жизни, в этот момент, значит, исполняет роль Божию То есть, и, к сожалению, не убийца, войны организуются тоже по православу Божьему Это все надо понимать Если мы это понимаем То мы абсолютно спокойно выросли тот мир, который окружает нас всех И я уже на своем примере убеждаюсь в том, что если ты вместе с Богом, то Он создал для нас такой мир, Что даже не надо пить воду, даже не надо кушать, даже не надо беспокоиться ни о чем То есть, Он создал не то, что раб, а просто идеальные условия для пребывания человека, а точнее души в человеческом теле здесь нельзя Если мы с вами сегодня понимаем, что это... ну, это вот табличка этапа развития, который реализовал себя. Как я шел по этому? Это собственный опыт. Это мой опыт. Я ничего не говорю из книг. Я это говорю только, значит, исходя из своего. Как я шел по пути. И вот, кстати, маркеры того, как ты меняешься. Вот на самом внешнем уровне у тебя иллюзия. И ты думаешь, мир опасный, враждебный. Так сейчас думает большинство, да? Если ты начинаешь работать с собой, у тебя появляется любознательность, дисциплина, и ты начинаешь трудиться, у тебя появляется мысль. А почему так? Вопросы. Да, ты начинаешь задавать вопросы. Дальше ты идешь, у тебя появляется еще больше желания заниматься собой. И у тебя появляется мысль. А мир же другой. Ты начинаешь дальше двигаться, бороться со своими иллюзиями. И у тебя мир устроен иначе. Все не так, как я думал. Все зависит от меня. И вот в это, вот вот где граница, когда человек уходит от низких вибраций. И с этого момента он переходит практически к осознанию самого себя, продолжает работать с собой, и у него появляются мысли, а мир-то волшебный. Мир любит меня. Мир отвечает любовью на любовь, обидой на обиду, борезнью на все то, что я не принимаю. Мир – это Бог. Вот эти мысли появляются у меня. И если ты дальше работаешь, добиваешься тишины в голове, гармонии внутри, и добиваешься полного самообладания, это очень важно, то есть это не сила Бога, это принятие Бога, то у тебя появляются мысли, твои мысли, не из учебника, а у тебя в голове это твоя мысль, что внутри, то есть наружу. Я люблю этот мир. Каждый человек – дитя Божие. Мир волшебный, гармоничный и справедливый. И естественно, когда ты доходишь до самосознания, мир – это мир и есть Бог. И смирение, свобода, любовь, служение и сочувствие. Вот смирение, свобода, служение и сочувствие, я применяю этим словом – любовь. Вот те этапы, которые человек идет проводить. У каждого он свой путь будет, но вот эти маркеры, они в принципе будут у всех одинаковы. Вот это я тоже как бы пытаюсь показать. Все такое духовное развитие. И в принципе вот эти моменты я и хотел показать, чтобы вы поняли, вот чем руководит себя с я. Да, идея понятна, что человек – это душа. Только через душу человек соединяется с иным миром, он живет одновременно в материальном мире, и практически, значит, находясь на полной связи с иным миром, он управляется из иного мира. Если нет срединного пути, человек или в руках темных сил, с дьявола или в руках Бога. Третьего не дам. Третьего не дам. Да. Ошибенно сегодня. Да. И в этом плане становится все абсолютно ясно, кто, что из себя представляет, куда идти, и чем надо необходимо работать. Потому что на своем примере, вот на примере других мудрецов, я убеждаюсь в том, что если человек приходит к Богу, то вокруг него образуется мир, значит, идеальный, ну, можно сказать, его рай, можно, его, оказывается, можно даже добиться того, что не есть, не пить, питаться святым духем. То есть на этом примере Творец показывает возможности человека сегодня, в 21 веке, не крутить, без рук, без ног, стал ученым, профессором, собирает полные многодосячные залы и имеет даже детей. То есть человек без рук, без ног может стать счастливым, а уж с ногами, с руками-то тем больше, да, это нет вопросов. Он нам показывает примеры, когда, значит, человек может достичь не в монашестве, не в уединении, а будучи обычным, нормальным предпринимателем, он может достичь уровня полного самоосознания, когда можно не питаться, а питаться так называемым Святым Духом. Он показывает нам реальный пример, что это не просто какие-то красивые библейские рассказы, вот человек, то есть это все реально. И таким образом мы сегодня есть живые люди, которые свидетельствуют о том, что мир Божий, он реален, Бог существует, но это уже сегодня однозначно доказано учеными, здесь уже нет никаких сомнений, и нам, людям, осознавшим непонятным это, понимаемым это, прежде всего ученым, необходимо сегодня сказать, ну, я бы сказал так, вам весь голос, что человечество, мы живем в мире Божьем, мы значит живем по определенному, и прежде всего на основании законов мироздания нами управляет жизнью каждого человека, не Конституции, не кодексы, а прежде всего законы мироздания, а законы уже материального мира, там, бумажные, которые мы принимаем сами, они регулируют нашу материальную жизнь в том плане, кого мы заслуживаем, а на самом деле каждый наш шаг, каждое наше дыхание, начиная с момента воплощения, значит, зачатия, кончая вводом в иной мир, это все регулирует фундаментальная мысль, то, что мы живем в мире, созданном Богом, и поэтому законы этого мира созданы им, поэтому Геофрадия это самая преступная социальная организация в истории человечества, демократия, демократия, это да, вопрос, тогда присаживаемся к столу, значит, Александр Александрович, все другие, знаете, так вот, да, так, вот я теперь коллегам, значит, Игорь Николаевич, или вот, Александр Васильевич, кто из вас выскажется, значит, вот по... как поикрашки, командовать, да, ну давайте, Александр Васильевич, в принципе, этот меморандум я набросал с точки зрения, чтобы как-то вот направить какую-то мысль, но самое главное, вы уже сказали, Александр Васильевич, вы очень точно подметили, когда, значит, слушали меня около стенда, подметили в том плане, что нам надо найти ту формулировку, которая будет понятна любому человеку, простому, в том числе и генералу, да, вот в этом... Если это будет два слова, это будет супер, да, если будет два слова, но вот я не смог уложиться в два слова, я уложился пока что вот на несколько страниц, но наша задача сделать такой текст, найти такие слова, которые бы могли услышать все, Михаил Михайлович, вот я долго работал на поприще расследования тяжелых авиационных происшествий и участвовал в заседании государственной комиссии и писал всегда выходные материалы, чтобы было понятно для генерала. Ну, расследование с польским самолетом, когда поляки сами убили своего... Это все, наверное, по сути, да, вот мои заключения и финально то, что озвучивалось от имени государства, от имени комиссии по расследованию, они у поляков ни одного возражения не вызвали, не было особых мнений. Вот поэтому я хотел бы вот по поводу этого материала, я... Как вы считаете, реван, дайте мне на 2 дня его, а? наработать с этим материалом. конечно. Я попытаюсь, ну, его удобоварив, форму для всех, в принципе, даже, понятно, вот, для вот этих персонажей за нашей спиной. Да. Давайте попробую я. Если вы все хотите, я поработаю. да. Но с точки зрения того, что здесь написано, это более-менее... нормально все. Нормально. Вы принимаете это? Конечно, принимаю. Это важно, важно, не слушайте, важно. Нам важно, не слышать. Будет изложение, ну, удобоваривая, конечно, любого. Я не говорю для домохозяйки. Ну, наверное, да, да. Для тех людей, которые могут это услышать. Да, это услышать хотя бы. Хотелось бы, потому что есть, как это привести в руку. Я готов взяться именно за это. И еще мне очень понравилось, я бы занялся этим учебник Человековедения. друзья, у нас с вами абсолютно совпало мнение, значит, если бы вы меня, значит, предложили мне стать тоже вашим помощником, да, или вот Игорь Николаевич, это было бы супер. Надо написать все-таки эту книгу. и давайте мы за это возьмемся. Вот это, наверное, самое главное, даже. Документ БРИКС, это можно сделать, это не так сложно. как вы думаете, как вы думаете, надо времени нам, значит, чтобы этот учебник появился? Нет, ну, не в том, чем он был написан, а чтобы хотя бы мы составили рукопись этого учебника, вот как вы думаете? Я этот вопрос задаю из чего? Каким материалом вы сейчас обладаете? Насколько он готов у вас для того, чтобы его обобщить с учетом нашего разговора, да, и сколько нам надо времени на то, чтобы его действительно причесать и согласовать хотя бы он втроем, да, потому что это, наверное, стоит, ну, хотя бы нас использовать в том плане, чтобы мы вам дали какие-то замечания, какие-то предложения. замечания обязательно нужны. Ну, у меня бы телево по человеку много. По человекам верению. Ну, человека, человека верения. По всем направлениям. Там и культура, там и медицина, там и наука. Я могу в целом все для ученика 10-го класса. Да, чтобы люди понимали вообще, что в мире произвели. Я могу это сделать. Ну, примерно сколько времени на это в годах. полгода. Если по-чипаевски можно полгода. А если по-хорошему, то год. Год-то точно можно. Ну, это реально нормально. Я откладываю книгу о советском периоде историческом. Я ее отложу. Сто процентов. Я бы вас даже попросил. Человек верения сейчас важнее. Конечно. Если мы под эгидой Брикселя, пока вы здесь, я не знаю, надолго или ненадолго, пока мы используем ваше место, ваше влияние, это сделать. А помож после умолчания мы не должны молчать. Потому что умолчание это грех. Мы должны сказать. Правильно? Молчать? мольжа. Особенно в этом время. Я в этом платье согласен. На полгода я попытаюсь встать все, что можно. ну где-то полгода может пойдет на все остальное. так. Я считаю, что это гораздо главнее. даже это решение аплодисмента. Это документ мы сделаем. Ничего сложного нет. Давайте. хорошо. важнее. Важнее вообще. Молодежь мы потеряли два поколения людей. если войну выбирали вот ту великую отечественную как Михаил Ассан Синовьев сказал десятиклассники от советского периода 30-х а тут сегодня наши десятиклассники от фронта бегут. Они не хотят идти на войну. Они скрываются. Вот видите где ноги и какие провалы у нас. Вот это страшно. Нет, но они не хотят идти на войну потому что многие понимают суть этого. Я знаю о чем вы говорите потому что вы в идеологии сделали большой пропаг. А вот ту войну выиграли действительно десятиклассники. В 23-24 годы рождения они все погибли но они воевали в ту войну. Хорошо Александр Васильевич Ваша позиция очень мне нравится. Вот я в Востоке чайник. Вот Игорь Николаевич хотелось бы вас сказать в том смысле что вот я снова вернусь к вашему тарию с которым вы сказали что законы этого мира созданы сознателем и люди обязаны их понимать когда это будет максимально безболезненный процесс и церковь в период своего существования это была ее всегда основной задачей адаптировать людей к законам Божьим мироздания это есть законы Божьи потому что при этом страдания людей будут минимальными сегодня мы переживаем самый сложный период в этом деле то есть в соответствии с законами мироздания с законами создателя мир развивается по совершенно определенному пути на первом этапе который сегодня заканчивается мы познавали материальный мир который нас окружает и были рентабельны в известной степени иудаизм в том плане что в основном царил царь земной ветхозаветный уклон да ветхозаветный вот и основная задача православной церкви и наиболее передовых людей которые стремились к этому пониманию было уберечь от крайностей в этот период потому что тот мир предписывал сберегать только своих а всех остальных уничтожать а этого с точки зрения хрестнянства делать было нельзя хотя это было в известной степени рентабельно потому что технологические пираты развития требовалось осредоточение определенных средств поэтому надо было достать с помощью войны и так далее и так далее и кто господствовал в мире в материальном мире та же Британия она совершила великую техническую революцию это мы все знаем сегодня этот период закончился и мы переходим уже к чисто христианскому учению чисто христианское когда каждый человек представляет из себя абсолютную ценность и вот эти вот пути о которых вы говорили что мы сейчас смотрели на картинку являются истинными с точки зрения продвижения каждого человека к этому идеалу с этой точки зрения это важно поскольку чем скорее мы это поймем и чем больше масса людей двинутся по этому направлению тем меньше будет кровь а законы мироздания устроены так чтобы толкать людей в этом направлении и в этом отношении сформированы именно вот энергетический кризис который мы сегодня значит запад видит свою задачу в том чтобы ну известно что запад сформулировал проблему золотого миллиарда еще в 60-х 70-х годах и если бы он имел такую возможность он просто больше часть населения как он обычно поступал когда пришел в Америку потом вырезал всех и так далее но сегодня это пройти не может именно поэтому был создан Советский Союз вопреки теории Марса вы абсолютно правы Советским Союзом это не черная дыра это действительно это против может он отстоял 20-й век решил основную задачу блокировки сценария золотого миллиарда и после этого за ненадобностью роботов все все думают что Ельцин виноват Ельцин виноват от одного человека ничего не зависит да действия такого масштаба безусловно не определяется конечно он был алкаш и так далее но на такую роль и нужен был такой нужен был такой дел а сейчас мы переживаем я все это осознал в 90-е годы когда началась перестройка я тогда совершенно сознательно думал становиться миллиардером или нет у меня еще в 89-ом году контракт на 100 миллионов долларов в кармане я просто не стал брать поскольку считал что надо уехать всего этого я просчитал все ситуации и написал книгу в которой значит показано что мы сегодня должны заботиться о каждом человеке и ваша деятельность в этом отношении абсолютно правильна поскольку вы разрабатываете этот путь детально я занимаюсь некими общими проблемами с тем чтобы создать условия для того чтобы ваша идеология и ваше продвижение было максимально успешным чтобы не единицы которые сидят только в монастырях а чтобы такие люди были на каждом шагу чтобы они были на каждом шагу тогда вот этот период прохождения энергетического кризиса и перехода иррациональный поиск о котором вы говорили когда человек сможет питать себя даже с точки зрения математики это на 100% понимаю я приводил примеры такого слова любой объект лежащий здесь это иррациональный объект вернее некое приближение к его иррациональной сути вот возьмем например окружность как известно значит длина окружности равна пи д а пи иррациональное число свет окружность это принципиально иррациональная вещь и мы имеем бесконечное количество приближений к этому отсюда совершенно понятно как Христос мог уклонить одной рыбой 40 тысяч человек именно потому что в дельта окрестностей иррационального сколь угодно близкого по свойству мы можем произвести любое количество объектов мы должны этому научиться и это есть следующий этап но для того чтобы научиться массив интеллекта который будет этим занят должен быть крайне большим если материальной сфере нужно был сравнительно небольшой массив у меня в книжке приведено примеры как была открыта электродинамика рентгеновские лучи были открыты как была открыта радиоактивность и так далее случайно совершенно случайные события поэтому когда говорят об искусственном интеллекте я говорю заткнется не может его быть это иррациональная вещь она смотри и у нас были формы жизни искусственный интеллект книжка Евгения Черченева поэтому значит мы совершенно логично сошлись в том плане что я разрабатываю так сказать сцену что называется для этого процесса а именно энергетика я с 96 года абсолютно без интернативной энергетической программы проталкиваю потому что сейчас мне из Европы беспрерывно звонят пишут могу показать там сейчас уже ужас надвигается просто натуральный ужас и он будет тем сильнее чем медленнее будут проходить ваши объяснения чем скорее люди поймут суть того к чему надо стремиться тем быстрее мы к этому придем и тем менее болезненными будут эти процессы поэтому объединить наши усилия это совершенно естественная вещь то есть я согласен дополнить эту книгу вот общей мировой картины движения к цели который определил бывший разум то есть бог отец а именно неумничтожение разума поскольку вот у меня в книге показано что фундаментальной аксиомой нашего мироздания является именно разум одухотворенный разум бог ну естественно бывший разум это бог отец бог сын и источник всего иррационального это есть фундаментальная аксиома из которой можно получить все строение мира и вот это к этой цели к стремлению к высшему разуму всего человечества что такое высший разум это продукт развития человеческого разума за все премии его существования раньше он высший разум существовал в форме Александрийской библиотеки потом после Ленинской библиотеки в Лондоне теперь это интернет его форма было все совершенство и совершенство и в конце концов он придет к такому состоянию которое может создавать миры и совершенно свободно действовать в рациональной сфере Игорь Николаевич спасибо вам то есть вы тоже поддерживаете что в принципе мы готовы втроем я сказал что я за крису человека весь а вы о том как людей продвигать правильно я могу готовить свою часть вы готовите свою часть и обобщаете Игорь Николаевич готовит свою часть и вот это будет конечно потрясающий вывод нашей сегодня работы что мы не просто поговорим мы не просто что-то обсудим или тем более покритикуем власть или покритикуем действия которые сейчас происходят мне понравилось в нашем разговоре то что мы втроем с вами я надеюсь Анатоль Фили сейчас тоже выскажет свою позицию нас что мы абсолютно понимаем что спасение утопающих делаем самих утопающих понимаешь понимаете человек надо помочь всем людям для этого есть конечно ученые самое главное есть люди которые это понимают есть люди которые это осознают и им сегодня удалось вместе сесть за этот стол и услышать и понять друг друга это самое главное и конечно учебники не пишут все учебники пишут единицы людей способных к этой работе и мы сегодня принимаем самое главное решение что не надо что-то говорить нечего-то объяснять а надо садиться и писать учебник потому что Александр Васильевич написав сколько вы 15 написали книгу я не знаю вот он за счет сбился да это замечательно но где-то не менее не 15 но самое интересное что я писал по сути вот первые книги там много работая в расследнии акционов происшествия новое сознание позволяло мне буквально за два за три дня сформулировать то что нужно и через полтора два месяца я просто садился два дня писал то есть у меня столько времени выспользовало с новым сознанием что я мог писать книги на нашу тему это вообще интересно в том с Божьей помощью по-другому тот быть не могло Александр Васильевич мы только что когда перечать я рассказал о своем опыте когда работает целое предприятие под контролем по воле Божьей мы удивляемся тому что это оказывается действительно да и это все возможно сегодня я вот очень рад услышать и увидеть и подтвердить что сегодня Александр Васильевич Игорь Николаевич и я значит мы готовы сотрудничать и писать эту книгу потому что есть реальный практический опыт есть опыт свой личный самый главный что он есть свой личный адаптированный кстати у меня же аудитория большая у меня тысяча человек с которыми я беседую у меня столько писем благодарность что наконец-то мы нашли что делать но там очень интересный вот живые практически я их читал но их много Александр Васильевич вы просто скромно умалчиваете о том что Александр Васильевич создал свою концепцию духовного развития он ее сформулировал как технологии он ее опубликовал он довел довел ее до сведений людей и люди пошли по этой технологии то есть она реальный конкретный она дает фактический результат и это наверное сегодня самое главное я вижу я могу все закончить я могу спокойно в деревне отдыхать но люди говорят Александр Васильевич ну и он мне тоже сверху говорит ну поговори еще поговори вот и еще очень важный момент который мы должны понимать что наиболее безболезненные пути развития будут в том случае если процесс мирового развития будет возглавлять Россия да тут по-моему и сомнение крайне важно потому что поэтому я сегодня делаю все усилия в том направлении чтобы наладить сотрудничество вот в первую очередь с Китаем с другими чтобы Китай понял что Россия он уже понял он хочет этого сотрудничества нам не дают вот поэтому наши руководители там Лавров Мишустин ездили туда о них просто ноги вытирают демонстрируют как они будут относиться к России если она будет продолжать валять дурака поэтому мы переживаем крайне серьезный момент крайне серьезный пробуждение мы обязаны все взять в свои руки подготовить население и сформулировать правильные глобальные программы в голове только мягко но точно мягко без агрессии конечно конечно мы здесь с вами на самом деле Александр Васильевич согласитесь и Николаевич нас поддержит мы здесь всего лишь слуги инструмент в руках Всевышнего Творца не более того ну вот Анатолий Васильевич нас услышал вот мне хотелось бы услышать ваше мнение Анатолий Васильевич как вы это все воспринимаете наш этот разговор спасибо Александр Васильевич действительно очень важная встреча и когда в таких столах собираются люди с таким громадным опытом с таким желанием и готовностью сотрудничать то явно что-то из этого будет велико я со своей стороны хотел бы поделиться своим впечатлением как человек с одной стороны может быть один из последних хамических инженер в 91 году закончил автомеханический институт как был в 91 а я в 91 не успел еще поработать на заводах потому что уже автомобильная промышленность начала разваливаться вот бизнес связан с автомобилем но прожись на пути так получилось что встретил удивительного китайского врача который помог мне сына вылечить в нем было тут ищи давление большое и он значит посмотрел да очень много плохой цыг надо надо сидеть и какую кушетку положил и он садится рядышком с ним одну рукой так голову направление направляет как пальцы другой как будто из головы начинает что-то вытягивать и так потягивает потягивать какую-то нить такой сучить потом начинает начинает лица и прямо больно физическую боль ощущает быть очень много плохой я думаю что такое откуда в голове мы восьмилетнего ребенка а у него чуть-чуть давление более в школе не в семье никаких книгах ты совершенно ничего нет и меня и действительно ребенок так заснула так обмякал так хорошо за улыбался и в общем все за один день фактически но это реально представляла физическую боль как будто кипяток лился на руки и я вдруг понял что что то совершенно я не представлял и мы с ним так подружились с этим врачом а он уже почти 10 лет был в россии как раз 90 пока с 90 и он в россии бесполезно лечить людей надо учить быть здоровым да вашим историк культурным наследие скорее всего за архивировались определенные такие смысловые файлы которые вам необходимо раскрыть чтобы вы понимали в китае каждый человек знает что небо большая земля большая им вокруг море си такой вот сица той стены воздух который мы дышим их общий для всех а с другой стороны это вот энергия которая все посредством которые все это созидается но она с ней можно уступить взаимодействие состояние осознанность пробужденность надо быть осведомленным что она есть нужно сознательный акт к ней раскрыть ее нужно как бы пригласить для того чтобы она потому что мы же знаем с вами из сфорного курса физики что вносишь проводник магнитное поле возникает разница электрических потенциалов течет слабый ток и человек в этом поле небо и зимы какая-нибудь плюс кинус небо большой он может быть электриком а может быть проводнику зависит от нашего состояния когда мы раскрыты к этому то в нас происходит удивительно и вот это энергетическая саморегуляция и получается что 25 лет жизни я посвятил как говорился так пельмень в этом густом гульонике носители китайской традиции вот их мировоззрение удивительно и что я могу из него вынести параллельно я жил зацерковленной жизнь достигал христианских пути они у меня так скажем параллельно в какой-то поточке они пересеклись возникла такая как бы интегральная картина мира можно сказать с одной стороны научиться такого инженера с другой стороны условно исторического китайского что получилось что есть мир видим который и мир невидимым в котором живут допустим ушедшие наши там редчаясь до который как минимум дата ангелы а есть еще и проявлены и вот китайцы протест нервидимы мир невидимы первую треть жизни человек живет так же вот он рождается он проходит это восстановление он изучает законы видимого мира сформируется в обществе заводит детей находит вместо своих жизни строит дом пишет книги разорожает детей деревья сажает первой этой жизни 30-40 это все или что-то еще есть возникает этот кризис жизнь и на востоке как правило встречает людей когда эти вопросы начинают задавать ему говорят стали пришло время разворачивать внимание вовнутрь и изучать законы невидимого мира и там вот в этой культурной традиции это в индии и китая это предусмотрено в индии вообще человек зрелый сможет обмотаться этими оранжевыми одеждами и общество будет содержать будет ходить и он будет вот этим духовным путем разведите и вот постижение законов невидимого мира по 2 3 жизни это принципиально важный момент и на этом этапе человек разворачивает внимание вовнутрь и на очень важный момент надо опять стать маленьким не изучать позиции твоего века что я взрослый час на тут быстро разберется опять опять вот так же как на ощупь смотреть горячая холодно это больно и вот тогда человек там утри жизни проживает постигая законы невидимого мира то третью треть жизнь он живет как птица на крыльями он не нарушает и законы невидимого видео идет процесс становления и это получается таким образом что потенциально боги но актуализировать наши потенциальные задачи человеческой жизни из евангелия мы знаем царство божье внутри нас есть царство божьей силы уберется прикладывающие усилия его наследует чему она подобно зерно горчичным но когда на него направляют свое внимание как и целесится вне внутри вас есть то мы согреваем вниманием это зерно горчичное в себе она пробуждается и начинает внутри нас как бы вот это прорастание вот эта психика так скажем это человек она преобразуется трансформируется в человека духовку и дух творить себе форму тоже обычный человек это пинарный человек психика роли физическим тема качать чек спит что значит виду успев человек и вот задача человека пробудить дух чтобы психика соединяла дух с телом чтобы он троичный был чтобы он был настроили русский язык вот очень важный термин в китае настройка а русская настройка настроя или я на что я настроен как китайцы человек должен соединять вот вы говорили промокс соединять небо и зим он проводить волю на землю и чая не земли к небу как нервное окончание которое здесь что-то не так господи тут у нас вот что-то обрати пожалуйста это внимание к нас посылает через тебя или через другого то есть мы должны вот это соединять но раскрыть вот это задача сегодняшние дня потому что наши космисты положили начало вот этого познания во мне внимание было развернуто наружу мы изучили космическое пространство мы атомы молекулы замесли микрофишек себя не знает надо разворачивать штук храме соломона было написано познай себя поэтому пришло время если мы с вами обратим внимание ребята вы там наша задача научному мировоззрение развернуть внимание внутрь и познать кто мы зачем мы здесь и почему происходит так если мы понимаем что мы потенциально боги а спасти душу это значит актуализировать эту потенциальность создать благоприятные условия же знаем про зерно горчичное она может или нет прорежать сухой почвы ничего не произойдет а можно его залить в аку я разбил а можно создать температуру и влажность создать условия при которых она прорастет его человеческое делает меня строение в материале и иди николаевич протоколом для этого он показывает наглядно китайских источников есть такие люди которые за себя у я уже не свободно странствующий человек который не боится не проголодаться не замерзнуть который развязал страхи голода холода и не укрытие и страх смерти а не могу не вангеле что христос говорит не заботьтесь я позабочусь о вас будьте здесь я вас предупредим что я сейчас побудьте здесь я сейчас пойду к отцу и трудный узел вернусь к вам качестве духа вы только дайте мне войти в вас я вас буду жить и без меня не сможете ничего дайте только я не могу нарушать вашу свободную волю если вы меня не признаете если вы не согласитесь я не смогу воздействовать я вас предупредил я сейчас быстренько на кресте побежал к умру вернусь к вам качестве духа и буду воздействовать только вы дайте возможность мне но что мы видим первые этапы христианства 300 года это было как-то демонерсия когда дух действовал в люди но когда уже к 300 году а то вы видите пошел в пустыню стало понятно что это передача человек человеку практически завершилась это было демонстрационный на что человек призван каких высот шел и его тень воскрешала людей и больных из чай был святом мира совести источников воды живут но чтобы сейчас это было есть пути христиан это пульта сухов и путь волхвов вот путь волхвов это поздно бога через его творение это познай этот путь науки и вот так некая наука которую двигает которая пускай как артоний сурожский говорит это идти окружным путем бог но большинство людей сейчас уже не имеют этой простоты чтобы поверить вот так и просто и помолиться не сомнится все со своим нужно идти путем знаний если науку направить опознание себя качество мы можем и должны быть работниками бога в деле спасение себя а вот до сотворчу такое великое творчество сотворить самого себя раскрыть вот эту саду отчасти сколько да ведь больше не чудо творить себе форму но если в нем не нуждаются почему когда дух просыпается боевых искусствах китайцев когда человек берется за делание невозможным тогда тут просыпается ваши все исследования с пилотами когда человек попадает в экстремальная ситуация начинает и не отвлекает за умом ни в прошлом ни в будущем именно полностью в ситуации и отдает себя в распоряжении духа то дух неумомерным образом в нем действует непредсказуемо и происходит единственное правильное решение но вопрос сегодняшнего дня в том чтобы призвать людей делали невозможного в повседневной жизни это чисто китайщина вот это святость повседневность о чем не банки на поместу бодрствуете вы не знаете я когда бодрствуете чтобы не хватит крышка что такое бодрству при братнику нужно ждать хозяина который вернется неизвестно когда а в туалет надо сходить а поспать а где тебе же могу все время у дверей сидя я должна открыть дверь хозяину того как он постучал это же максима это же вызов что такое бодрству и вот ожидали вот этой встречи со христом и вот раскрытие тех механизмов потому что у меня я могу сидеть в общем то есть для христиан всех и физически . для христианского аудитории свое объяснение для людей научно-технического мировоззрения у вас потрясающее объяснение через вашу активистскую концепцию сверхсознательной психической деятельности потрясающие совершенно вы с точки зрения науки физики все описали нам необходимо дать возможность людям умолиться в такой степени чтобы дать духу действует в нас для этого мы должны сделать выбор бодрствовать ожидать захотеть очень сильно в сердце своем этой встречи личной встречи со христом омерения что это самое главное задача как это дело пробудить в человеке все это направлено задача в том что духовное просвещение здоровое новое просвещение опять батюшки в церкви они пытаются что делать их никто не слышит где вот это вот мысль где вот это действие простое как мы говорили очень проще пробудить который может достучаться в этом смысле для нас допустим егений николаевич протокол является определенным примером людям нужно показать какие заложены потенциальные возможности в человеке вот мы когда ты николаевич им говорили сейчас в китай вернусь если у нас будет лаборатория то мы сможем исследовать феномен протокол если мы посмотрим и три месяца человек будет при нас находиться научно обоснованно что он не ест не пьет и не спит и при этом у него все анализы все физиологические процессы поэтому если будет лаборатория атомщиков физиков который изучит этот феномен человека и скажут с научной точки зрения что это возможно человек этого призма что это возможно только когда отдаешь себя в руки духом я же перечит и может не воздействовать вот первая реакция ты знаешь вот тех людей которым я сказал что есть живой человек вот он ко мне даже приедет в александров я с ним познакомлюсь который не бьет не спит купается и так далее первые не верят не верю правильно потому что это все научно пока что не подвижил наука от этого есть человек который приедет есть реальный человек не то что научные данные о чем ты говоришь если бы я им дал час книжку и сказал вот читайте здесь написано что можно не есть и не спать а есть человек это же доказательство вот очень важно что эволюции человека он может раскрывать в человеке такие глубины такие потенциальные возможности которые успокаивают и дают возможность воспринимать волю отца и действовать в согласии с любовью сына и силой духа святого пока человек не пожелает очень сильно а очень сильно я расшифровываю что такое очень сильно это сказал один монах задали вопрос тоже подошел к нему мальчик и спросил вот ну что такое вот верить в бога что такое без воздуха что-то куда Я говорю, да! Вот, говорит, верить в Бога – это надо иметь такое же желание, какое ты сейчас почувствовал, чтобы без воздуха не было. Понимаешь? Ну, колоссально! Это надо отдать все, чтобы дать этот глоток воздуха. Когда я шел по пути, это мой опыт. Я отдался полностью. У меня все свободное время было посвящено этому. Втайне, к сожалению, семье, но это промысел Божий. И я сегодня абсолютно твердо заявляю, что если ты не отдашься этому полностью до конца, то ничего не получится. А он же постоянно дает согласно. И телевизор посмотреть, и там это, и это сладкое, и это сладкое. А ты должен от всего отрешиться, практически от всей мирской жизни. То есть вот это вот огромное желание. И даже когда я написал книгу, когда я ее презентовал, когда я раздал две тысячи книг, я понял, что книга не работает. Когда я пошел в другие способы. Я сделал 300 приседаний. И я доказал, что я в 70 с лишним лет стал абсолютно здоровым. Но в это тоже мало кто поверил. Мне пришлось пробежать два раза, три раза, 20 километров, когда я никогда не бегал. И начиная с 2018 года, каждый год по 100 приседаний добавлять. И вот у меня рекорд 700. Вот когда 700 приседаний я сделал под камерой, вот тогда только еще поверить. Да, Михаил Михайлович, 700 приседаний, это круто. Но даже это не сподвигло многих людей, ну там один-два человека, к тому, чтобы, ну да, оказывается, можно стать здоровым, занимаясь духовным развитием. Опять в это мало кто поверил. Понимаешь? Вот в чем проблема. Что здесь нужно что-то иное, что-то другое. Вот после этого я собирал, значит, русский собор один год собирал, второй год собирал. Довар, книги, да. Вот сейчас, наконец-то, это промысел Божий, кстати. Это не мое решение, экспертный совет высокого уровня, да, собрать здесь в Александрове. И вот Игорь Николаевич приехал, слава Богу, сейчас приехал Александр Васильевич. Это промысел Божий. Он помогает объединять сейчас усилия с тем, чтобы найти вот это самое простое зерно, самое простое убедительное слово, которое позволит. А вот протоколом Игорь Николаевич получил сточку, сто процентов. Только я сказал «не верю». А для меня, вот, кстати, для меня это был пример. Я просто подпрыгнул. Значит, это для меня был восторг. Вот для меня его пример был сумасшедший восторг. А для простых людей не верил. Вот пауза маленькая. Ко мне в 2000 году, да? В 2000 году. В 2000 году. Я росла. Жена Игорь Николаевна Паранова не ела и не пила. Мы у нее дома были. На самом деле это так. Она пыталась себя позиционировать, что она вот такая. Пыталась, чтобы ее исследовали врачи и все это делать. Но никому-то не было интересно. Никому абсолютно. Она рядом с нами была. В 15 лет. Она с нами была. Женщина, которая на самом деле не ела и не пила. Ее био диагностику сделали био-резонансно. Вот я в книге «Свобода о смерти» пишу, что у нее даже матка в состоянии на тонком плане готова была родить бухты. Ну вот у меня это описан феномер. И никому это не трогает. Никому это не нужно. Вот она рядом с нами была. И знает Григорьевна Паранова с Северного Кавказа. Вот в той же близне. Очень интересно. Что западный человек, он не может делать то, что он не понимает. И если будет простроено вот это просвещение духовное, грамотное, которое покажет ту красоту, ту величие, которую человек может обрести, чтобы зрелые годы жизни, вот эта треть треть жизни, это было пение, это была радость. Это как птицы, которые, не нарушая гармонии этого мира, являться примером для тех людей, которые... Вот я, знаете, с 16 года не езжу в Китай. А я ездил в основном в сельскую местность, в Приполи, там, в Бунжоу. Я многих людей, врачей, мастеров видел. Интересно очень людей. Но я больше всего вспоминаю глаза стариков. Стариков? Стариков, да. Крестьян, которые живут в гармонии с окружающим миром. Рожают детей, обрабатывают землю, задерживают домашних животных. Вы бы видели, как они вот пашут землю, эти сахой, буйволом, никаких механических средств до 16 года. Я там ни разу, ни одного комбайка, ни какого-то мультиватора, ничего не видел. Ни разу, ни разу в сельском хозяйстве. Какими они в глаза, как они смотрят. Это что-то зрелое внутри. Вот оболочка уже бянет, жухнет. А внутри вот это головатое зеркало. Что-то созревшее, в которой нет ни грамотства, страха смерти, а что-то такое, как фазовый переход, и как они радуются, когда человек умирает, потому что он здесь, он идет в лучшем. Да, да, они радуют, они плачут. Они плачут за себя. Потому что это зелая душа. Я понимаю, как же? Я понимаю, что этот уклад жизни, когда солнцем встает, заходит солнцем, он ложится, и вот эта гармония с окружающим миром, она создает естественные условия для пробуждения этой души, для его созревания и смерти. Это как фазовый переход, когда душа уже готова. Оболочка не нужна, эта душа изделяется от тела. Я понял, что это нужно раскрыть, донести, какие создать нужно благоприятное, в том числе западному человеку. Но это нужно описать. Это феномен, вот это духовное просвещение, которое сам Василий занимается, уже вот он глубоко прошел через христианскую традицию, поанализировал ее наследие. Индийскую традицию. И если сейчас, как говорится, еще зачерпнет своим ковшом мудрости, вот китайцы, чтобы еще с этого конца показать, то возникнет вот это просвещение, и человек разумный, когда будет достигать в 30-40 лет вот этот кризис смысла, а он сейчас общечеловеческий кризис смысла, что наша задача – часть внимания научного сообщества развернуть вовнутрь, на раскрытие внутренних потенциальных возможностей, чтобы это просвещение и образование было другое. Я с тобой соглашусь, Антон Анатолий Юрьевич, однозначно, но ты сейчас очень сам подсказал, как, наверное, правильно, и где корень зла здесь на самом деле. Ты сказал о открытых, духовно просветленных глазах крестьянина. Но я более чем уверен, что основу такого мировоззрения ему заложили с детства. Абсолютно. Он вырос. Вот мы как раз и говорим о том, что нужно заниматься духовным просвещением с детства. И вот мы это в своей книжке человека должны прежде всего сказать. То есть духовное просвещение должно начаться, конечно, с родителей, но когда-то это должно начаться. Мы не говорим, что мы сейчас что-то делаем, чтобы Россия прямо изменилась и преобразилась. Но мы должны с вами раскрыть, прежде всего, что такое истина, что такое правильное воспитание, с чего оно начинается. Оно начинается внутри семьи, с семьи и с воспитания правильной позиции для детей. И вот мы вспомним обязательно в этой книге, я надеюсь, коллеги меня поддержат, значит, Домострой, который писал, значит, при Иване Сильвестр написал, да. И подобные книги, они были еще и тысячи лет назад воспитаны. Мы, самое главное, сейчас потеряли ту истинную веру изначально в семье. И это в некоторой степени традиции. Но западный человек не сможет организовать подобный разговор у себя в Брюсселе или где-то еще, к сожалению. У него совершенно другое мировоззрение. Оно основано на частной собственности, на индивидуальном мышлении. И оно парализовало все духовные скрепы. Абсолютно. Да, абсолютно. Вот мы сейчас здесь, в Александрове, сегодня, 8 июня, пытаемся это дело сформулировать, да. Значит, договорились о совместной дальнейшей работе и договорились о том, что мы сегодня для коллег сформулируем что-то такое вот... Типа меморандума. Да, типа меморандума, чтобы те мысли, которые мы сегодня с вами поднимаем, обсуждаем, поддерживаем и себя извлекаем, они стали доступны тем, кто сможет нас услышать. А коллеги наши, я уверен даже в этом, они нас смогут услышать. Потому что тот состав экспертного совета, который был 23 числа и который сегодня вот и Александр Васильевич вошел в состав, тем более он вполне способен нас услышать. Потому что люди в основном собрались, ну, практически готовые. Они еще, да, они, может быть, не пришли к самосознанию, но они с точки зрения своего потенциала близки. И если мы даем им вот некую настройку, а мы всего лишь им дадим настройку через этот текст, да, вот этот текст, он позволит им, значит, завибрировать несколько на ином уровне, да, и, на мой взгляд... Позоображать не только СПИДом, и этим СПИДом, а чем-то другими вибрациями. Да, другими вибрациями. И таким образом мы, значит, вокруг своих коллег получаем, что единомышленников. И мне кажется, мы вот в лице нашего совета... Это Малыш, как был Малыш Сандарков, да? Ну, да, это парень с Бероникой, да, такой, да, вот. И если мы сможем заставить подвысить свои вибрации наших коллег, да, то я думаю, что, когда Игорь Николаевич вернется из Китая, мы обязательно соберемся здесь уже все вместе, и все вместе примем вот то, что мы сейчас вместе отработаем. И тогда у нас экспертный совет, получается, будет несколько центр, некое ядро кристаллизации. И, на мой взгляд, когда... Многие-многие простые люди, вот именно самые простые люди, если они услышат, что сидят 30-40 мужиков... Совет мудрецов, да. И которые говорят, значит, правильные вещи, а правильная вещь для них, она не столько вот, как записано, она вибрация, она почувствует эту вот... Они ждут простого, а главное. Конечно, да. И они услышат, и когда они поймут, что, смотрите, от 40 мужиков, они все говорят правильно, то она поверит в то, что эта правильность у нее внутри есть. И она эту правильность начнет говорить своему соседу, своему другу, своему сыну. Слушай, а вот это... Это и есть вот та... По горизонтали. Да, та, значит, вот цепная реакция, да, нейтронная, которая и пойдет. Цепная реакция. Вот, наверное, это мы должны с вами свершить, да. Потрудиться. Да, тут надо потрудиться. И я попросил Игоря Николаевича тоже какие-то пометки сделать по этому тексту. Возвращение из Китая. Ну, может быть, в самолете там нормально. Время будет, да. А помните выступление, наверное, 23-го? Вы мне скиньте на почту. У вас есть уже, я правильно. На почте у вас все есть. Там короткие вы, наверное, по-моему. Я на почте есть, Маш. Я хотел напомнить слова, вот когда был экспертный совет высокого уровня, здесь в Александре. А он так и называется, высокого уровня. Да. Я вот смотрю тут на экспертный... Высокого уровня, да. Экспертный совет высокого уровня. Да. А сейчас не высокого. А это... Сейчас просто... Малый совет. Малый совет, да. Высокого уровня. Ты помните... Но высокого уровня. Гундров-то что сказал? Гундров Игорь Алексеевич, он же доктор медицинских наук. И он свое выступление посвятил необходимости формирования нового мировоззрения БРИКС. Он говорит, что мы, как совет старейшим... Но сперзанное это сделаем. Мы обязаны... Все старые мировоззрения не исчерпаны. Оно должно быть настоящее. Чего-то выше. Основная задача, как он сформулировал абсолютно точно, основная задача экспертного совета высшего уровня БРИКС, это предложить главам государства рассмотреть новое мировоззрение. Которое... Не западного государства, я бесполезно. Речь, глава, о странах БРИКС. Потому что будет салент в августе, да? И, говорит, если... Пока хотя бы пять. Если с нашей стороны будет эта аналитическая записка подготовленного мировоззрения, передана соответственно в администрацию президента, может быть в своей речи хотя бы абзац, хотя бы... Хотя бы фраза какая-то. Оставит абзац. Кстати говоря, между прочим, позавчера Вадим Владимирович Путин там было собрание по евразийскому... И он сказал про необходимость евразийской идеологии. Но он понимает это. Да. Он сказал, что мы пришли к необходимости, чтобы из этого мировоззрения евразийского писались мы учебники для стран Евразии, рассматривалась культура, история... И что он напишет почему? Вот. Поэтому фактически он сказал об этом. А мы через два дня собираемся и говорим об этом. То есть вот собирать рабочую группу людей, которые над этим конкретно будут заниматься, это самое вот то, что необходимо от администратора советовую же уже. Потому что это, как китайский культурно-талитский, это коллективный разум. Это разум мудрейших, которые объединяют свой потенциал, как нейронная сеть, для решения открытых задач. То есть фактически речь идет о формировании интегральной картины мира, которая интегрирует и религиозное мировоззрение, и научное мировоззрение, и метафизическое мировоззрение. Вот в середине должно быть общее мнение, а в лепестках оставлять особое мнение, в которых еще нет согласия. Но помните принцип блаженного Агустина, мне кажется, очень хорошо подходит. В главном единство, в спорных вопросах свобода мнения, во всем любой. Вот если этот принцип будет положен в основу формирования вот этой интегральной картины мира, да, потому что Черниговская со своей стороны уже начала этот процесс, она начала диалог с представителями церкви. есть интересная беседа. Она говорит, давайте попробуем сближать. Но она далеко, она не особо. В позиции... Черниковская. Черниковская. Татьяна Черниковская. Она по мозгам... В мозге говорит постоянно, но она не особо вела с метро. С научной точки зрения. У нас же еще. Да. Поэтому я говорю, что запрос этот уже в научной среде в том числе есть. Конечно. Иначе этот молодой человек, представляем себе, церковь его вот сюда тащит, наука его сюда, здесь вот сюда, изотерики. И он не понимает... А смартфон, виртуальный винт тащит, и все. И вот такая... Большая опасность погружения в виртуальный мир в своем интернете. Это базный номер один. Конечно. У меня весьма в этой книге два письма. Вы прочитаете его. Да. Мы специалисты по этому вопросу говорят, как просто туда попасть и как трудно. Оттуда вынесли. У меня все. Я на своей дочери это вижу. Одна, которая 15 лет, она у нее есть иммунитет к этим электронным устройствам. Она их использует по своему назначению. А доченьке, которой 10 лет, она уже в них утонула. И я никак не могу ничего поделать. Почему? Заблокируй телефон? Мне это бесполезно. Заблетом ничего. Практически невозможно. Ей нужна другая конфетка. Друг интерес. Там выделяется зависимость. Гормон, который... Это наркотик. 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 Чистый. Все. Поэтому дискомфорт. Ломка. Это факт. Но, между прочим, мудрейшие испокон века предупреждали, что сторонитесь любых механизмов. И, не дай бог, механизмы начнут быть в приоритете. И это для вас погибнет. Но это же ложки интеллекта по морожке. Это для вас погибнет. И в Америке, например, есть до сих пор общины, а Миши, кажется, они называются, которые ездят только на лошадях. Они не признают автомобили. Учатся там в своей школе своеобразной. Пашут только лошадью. Хотя живут прямо в центре цивилизованного города, где все ездят на мерседесах, они ездят на своих каретах. Они принципиально не хотят обращаться к технике. И в этом плане они сохраняют своих детей, сохраняют этот уклад жизни. И они следуют вот этому предупреждению. Селиконовые дали. Селиконовые дали тоже не пичкают электронное устройство. Они там рукоделие, труды, компьютеры, телефон дают там 15 лет. Ну, в этой книге это тоже сказано. Всегда обязательно надо писать. Это человековидение. Надо иметь в виду, то есть обращение к такому натуральному образу жизни, это довольно-таки старая идея. Но дело заключается в том, что при таком образе жизни земля не выдержит того количества... Это не выдержит. Нет, это безусловно. Я буду как-то герой. Это не выдержит. Это единицы. Понятно. Это только единицы. У меня такие друзья даже в Англии есть. Вот сын Жараса Медведева, я с ним был хорошо знаком, Димка. Он как раз по этому пути пошел. Значит, он купил там... Ну, ему повезло. У него был какой-то старый дом. Снимали фильм. Он потребовался. Мы заплатили деньги. Он купил себе пару гектаров на западе Уэлл, что ли там. Значит, один гектар у него есть был, за счет которого он торопился. Другой гектар, где он и ел. Ну, продержался он недолго. Ну, конечно, да, да. Ну, это экстрим опять своего рода. Да, да. Это крайность. Это крайность. Надо подчеркнуть, что... Надо, конечно, выдержать все на современном уровне этой идеологии. Обязательно. На современном уровне. Да. Только так. Потому что экстрим не проходит. Любовь. В духовном, в спортивном, в плане здоровья. Идеально. Идеально. Творец нам говорит через уста других мудрецов, что нельзя удаляться полностью в духовность. Это катастрофа для человека, который будет на земле. Духовно. Да. Нельзя утопать в материальном и не идти в духовном. 50 на 50. Средний пульт. Да. На средний пульт. Это идеально. Поэтому, значит, когда вот сохраняешь этот баланс, во всяком случае, вот я на своем примере пытаюсь это сохранять. Работает предприятие. Да. Я абсолютно, значит, нормальный, обычный, стандартный человек. Жизнь, она отдельная. Она поставляла. Так вот. Закрытая. 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 Ну, конечно, я не хожу там. Но я обычный человек. Мне кажется, коллеги, кто меня знает, вот Илья Алексеевич, исполнитель нашего предприятия, кстати, он подтвердил, что я, в общем-то, не выделяюсь какими-то своими духовными качествами. Я обычный человек для всех. Значит, и на мой взгляд, вот это поведение, оно и есть правильное, да? Понятно. И оно подчеркивает. И я это проверяю, прежде всего, через свое… Как душа. Да. Выстраивает. Да. Я это проверяю через свое здоровье, прежде всего. Значит, здоровье, как бы, слава Богу, да. Я это проверяю через отношения внутри своей семьи. А я тоже до 85 должен. Да, да, да. И впереди еще все будет хорошо. Да. Меня вот посадили легкие, к сожалению. Но и это дело поправилось. Вот китайцы говорят, все вылечено. Водичку выпила, я думаю, позор. Ну, естественно, все. Все было. Ну что, коллеги, значит, давайте мы тогда… Мы решили, что? Подытожим, да? Подытожим. Значит, во-первых, я безмерно благодарен вам за участие и за тот прекрасный разговор, который у нас состоялся сегодня. Он достаточно откровенный получился. И я думаю, что мы сделали тот прорыв, о котором я, если честно говоря, мечтал. Я, Игорь Николаевич, немножко имел сомнение в вашей позиции. Думаю, поддержите вы нас? Нет, но я прочитал книгу. Я понимал, что это вот та позиция немножко экстремальная того времени. Да, да. Я уже понял, что я буду заниматься, что называется, сценой. Да. Вы будете заниматься продвижением людей максимально быстро. Да. Но вы принимаете мою позицию? Ну, конечно, я сказал, что совершенствовать каждого человека – это значит оградить его от каких-то неприятностей и перегрузок в этот тяжелейший момент. Да. Спасибо. Таким образом, у нас получается абсолютно полный… Рюмберат. Да. Абсолютно полный… У нас секретарь трюмберат. Анатолий Филиппович, обладая позицией несколько иного, да? Координат. Да. Он поддерживает наши… Таким образом, самое главное мы решили. И практически с первых минут нашей работы совместной – это то, что мы четко, осознанно приступаем к написанию… Работать надо. Да. Работать надо. Потому что все знания у нас есть, Бог у нас есть, мировоззрение у нас есть. Мы абсолютно точно понимаем, чем занимается правительство. Мы понимаем. Понимаем. Мы понимаем, что они слуги тоже Божьи. Мы понимаем, что они от Бога поставили. Да. И что… Это настоящая цель в мире. Это настоящий промысел Божий. Но… Абсолютно точно. Технологические потрясения на всех планах. Да, да. Если мне удастся собрать сессию БРИКС по энергетике… Неплохо. А я… Одна из основных целей… Неплохо. Я хочу поприветствовать Вас, Вас, Василия Николаевича, Александра Васильевича. Также поблагодарить Анатолию Феликсовичу, что он как прикрепленный… И… Вот… Но советую выполнять свою функцию. Я внимательно сейчас служил. Не буду сбивать темпы. Еще раз. Я очень рад, что проходит… Вот какая-то… Ну… Члены собрались… Как называются Вас… Комиссии по энергетике… Либо чем как… Посчитаете, Илья Николаевич, нужна не другая комиссия. А российская национальная часть. И важно… Если действительно Илья Николаевич будет в ближайшее время в Бекине, в Шанхае… Коллегам из Китая и включать работу. Более того, давайте сделаем ему поручение, попросим, чтобы он там провел удаленное совещание экспертного совета китайской национальной части с российской. Да. Еще раз. Желаю Вам еще раз. Хорошее продолжение. Рад, что я поприсутствовал. Слушал очень много прекрасных вот взглядов. Всем успехов. Спасибо, Владимир Николаевич. Нам очень приятно, что Вы нас поддерживаете, что объединенный центр делового сотрудничества ведет огромную созидательную работу. Ведь экспертный совет высокого уровня инициирован именно объединенным центром делового сотрудничества. И Владимир Николаевич ведет огромную организационную созидательную деятельность. И вот сегодня, Владимир Николаевич, мы действительно уже вот таким вот узким кругом прорабатываем. Самый важный для нас вопрос, он мировой адрентический, с тем, чтобы уже в рамках работы ассоциаций круглых столов, вела вот эта работа, которая бы базировалась на правильном мировоззрении стран БРИКС. Я понимаю, что только не только ЖРБ тут слушает нас, понимая, слушает для некой службы специальные там и Англии, и Америки, и Израиля, и других. Пусть слушают, пусть своим народам передают, что в Электронове в это время проходит ко всему миру с любовью хорошие закваски, закладки важных будущих дел. Вчера здоровья. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну вот видите, как, друзья мои, нас слышат, нас поддерживают, нам посылают такие знаки поддержки, конкретные очень. И приятно это, согласитесь, Игорь Николаевич. И мне искренне хочется действительно вам пожелать накануне поездки в Китай, чтобы вот этот дух, это настроение, оно в работе энергетической комиссии вашей, оно конкретизировалось. и действительно вместе с китайскими товарищами, если бы нам удалось сблизить вот эти вот мировоззренческие позиции, они бы услышали от России, вот пусть из Александрова пока, да, но то настроение, которое они хотят услышать. что в Александрове, значит, в экспертном совете высокого уровня, в России, зреет здравомыслие, зреет истинное мировоззрение, что руководство страны и через экспертный совет высокого уровня устремлено к поиску вот этого взаимодействия и сотрудничества именно на истинных началах. И оно крайне важно сейчас для наших обеих стран, и в том числе, конечно, и для стран БРИКС. Вот эту мысль, конечно, в рамках работы вашей комиссии надо донести. Спасибо вам. Ну что, коллеги, тогда, значит, у нас на связи больше там нет никого. Всё. Спасибо. Сколько времени нам положили сюда? Мы укладываемся в регламент. Сейчас половина четвёртого, поэтому… Пол четвёртого? Да. 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 Поэтому позвольте поблагодарить вас, пожать вашу руку. Спасибо. Пожать вашу руку. Спасибо. Всех благ нам здоровья. Успехов. И всего самого лучшего в реализации того, что мы задумали. Надеюсь, Александр Васильевич, значит, Голайч, да, поработайте над текстом. Дадите свои замечания. Скоро должен быть в окончальном варианте. Короткий вариант. Неделю. 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 Короткий вариант, чем неделю. Давайте возьмем неделю. Неделю. Ну хорошо. Нормально. Для недели. Как раз неделя, да, свободно. Да. Вам тоже где-то в самолетике где-то подправите какие-то буквально мысли. Десятся, тресятся. Какие-то у вас тресятся. Да, да, да. Посмотрите. Мы это дело объединяем и рассылаем коллегам. Да. Значит, Владимир Николаевич, значит, на связи. Они все посмотрят. Дадут свои какие-то замечания. Мы в итоге дадим документ, который пойдет действительно в администрацию президента и будет ляжет в основу подготовки тех документов, которые будут вынесены на саммите. Да, потому что их надо принимать уже на уровне правительства. Потому что этот документ позволит сблизить все позиции. Мы здесь пишем о том, что мы на самом деле единомышленники все пять стран. У нас абсолютно адекватное мировоззрение в принципе в своем. Да, есть какие-то традиционные особенности. Безусловно, они есть. Значит, это цивилизация. Они не должны выпячиваться. Эти цивилизации в этом документе. Конечно. Они должны оставаться. Да. Я думаю, что это должно быть мягко обраблено. Конечно. Но вы понимаете, вот одна земля, одна страна, одно будущее. Ведь это практически закон мироздания. Его формулируют... Совершенно разные народы. Африку включают. А мысль, она касается Европы. По сути дела, по сути, вот это мировоззрение БРИКС, оно должно объединить вот эти три глобальных проекта. Индия предлагает словами моди одна семья, одна семья, одно будущее. Формулировка. Китай говорит о сообществе единой судьбы человечества. Это тоже самое другими словами. Путин предлагает проект Большая Евразия. Так называемое Большое Евразийское партнерство. Которое тоже об этом же. То есть вот это мировоззрение, если оно покажет, что это не конкурирующий проект, а абсолютно дополняющий, синергетически объединяющий и формулирующий. И главное, чтобы это было видно, на позитивный сценарий дальнейшего развития человечества через эту синергию. И через конкуренцию. А вот как будет труба просто. Надо сказать. Наше дело предложить. И наше было сделать то, что мы должны сделать. Продавно один из профессоров китайских предложил антитезу китайского мировоззрения, западного разделяя и властву. Он говорит «объединяй и процветай». И вот это вот «объединяй и процветай» и вот это соединение глобальных проектов во взаимном дополнении, если это сделает российская страна, то это будет действительно наше право. Но процветание без духовной составляющей. Невозможно. Невозможно. Вот и все. Да. Вот когда мы объединим все это, у нас все будет возможно. Да. Ну что ж, на этом и заканчиваем. Спасибо всем, кто помогал нам в этой работе. Всем участникам и всем, кто нас слушал. Огромная благодарность. В том, что вы нас поддержали. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. 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 Поздравляю. Спасибо. 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 Какая то музыка. А Гучья, Гучья. Не выникала.